Ну что, ребятишки, вот сегодня у нас здесь проходит наш Тур-де-Бучанский район. Принимает участие, ну, прям вот очень-очень много велосипедистов всего уровня. На самых-самых разных велосипедах нужно будет почитать пост-релиз, сколько там людей было. Но, судя по регистрационным номерам и судя по тому, что я иду уже полчаса по маршруту, и здесь все новые люди, то, ну, участников явно больше тысячи-тысячи двухсот, и это прикольно. Люди вообще на всяких-всяких разных велосипедах едут. Кто-то на городских видел одного дядьку просто в джинсах, в рубашке, на городском велике с багажником, на багажнике разгрузка. Вот, видел парня, который едет с рюкзачком, у него прямо на рюкзаке висит, короче, Йорк, щенок, едет и смотрит на это все. Он тут чинится, в основном, что, колеса. Или гнется диск, начинает тереть вибрейк, или где-то медленный прокол, или они обнаруживают недокачку, потому что вчера днем было тепло, да, порядка 25 градусов. А вот сегодня с утра я посмотрел на градусник 9 градусов. Вот, то есть давляк в шинах, короче, другой, и ехать под горку особенно неприятно. Вот, не видел, только, знаете, тех велосипедистов, которые гоняют на широких покрышках. Вот, то есть те, у которых там маутенбайки, да, под широкую такую забористую резину с широким протектором, такие видел. Вот именно такой широты самой большой не видел. Вообще, очень круто. Вот, кто-то тренируется, для кого-то это такие первые большие соревнования. Вот, ну а кто-то просто по фану решил выехать покататься, конечно, этот чувак в джинсах и в рубашке, и тот второй, у которого собачка сидела на рюкзаке, это, конечно, вообще прикол. А, еще видел мужчину именно на вот самом таком обычном городском велосипеде, тоже с багажником, с звоночком хромированным. У него шестиступенчатая сзади перекидка, короче. Он тоже решил покататься, вот так вот по фану почилить. Вот, еще из плюсов. Из организации набрали много стюартов, все с флагами. Если это проезд перекрестка, три стуарта стоят один, получается, как дирижер, два на сигнализации с красными и зелеными флагами. Вот. Очень прикольно, что нашли время заняться этим всем. Вот. Из минусов, ну, наш народ, конечно, как вы видите, все равно вклиняется в полосу движения, плохо обижая. То есть иногда едут так эти машины, то есть, грубо говоря, их зеркало соприкасается почти с твоим рулем. Но это вообще, я не знаю, как с этим бороться в наших странах. Это просто какой-то капец. Нужно отдельно в автошколах водить два предмета. Первый урок пешеходной грамотности, да? И вторая урок велограмотности, как и все с велосипедистами на дороге. Потому что, ну, очень часто такие неадекватные водители бывают вообще просто трындец. Вот, конечно же, провоцируют ситуации специально какую-то у них там, блин, лишняя агрессия у них. Вот, потом и ты становишься агрессивна. А он, видите, он тоже поехал, дядька, на обычном таком, типа, велосипеде Тиса. Вообще без перекидки, без ничего, с багажником, сзади на багажнике тоже какой-то у него тормозок. Вот. А, еще стюарты бесплатно раздают воду. Можно остановиться и или пополнить себе фляжку в запас воды, или тыхнуть фляжку прямо в место для фляжки. Или если у вас есть рюкзаки или специальные кармашки, то прямо в кармашке себе набрать воду и спокойно себе ехать на маршруте брать. Очень круто, очень нравится мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!